Недельная глава Сделай священные одежды Аарона И открывается, что одежды Коэна Это часть его служения в храме И вот одежды, которые они сделают Хошин и Ифот и мантию и клетчатый хитон Головной убор и пояс И сделают они священные одежды Аарону, брату твоему И сыновьям его для служения мне Простой Коэн должен был надевать четыре одежды Штаны до колен, поверх них рубаху до пят Пояс и особенный головной убор И больше ничего Если бы он надел даже маленький талит В таком виде, если бы он исполнял службу Вся служба была непригодна А Коэн Гадоль, первосвященник Он надевал еще четыре одежды Хошин амишпат Нагрудник, в котором было двенадцать драгоценных камней В соответствии с двенадцатью коленами Израиля Эйфот, что-то в районе фартуха, который надевался сзади И только и палеты его были спереди И ремень Миль, верхнюю рубашку И, наконец-то, циц Золотую табличку, на которой написано было Кодэш во имя Творца Теперь, почему эти одежды назывались святыми? Почему это было частью служения Коэна в храме? Когда Коэн облачался в свои священные одежды Он должен был сосредоточиться на мысли, молитве О том, чтобы Творец простил грехи всем тем, кто раскаялся И жалей это сделать Надевая штаны, чтобы он простил разврат Надевая рубашку, чтобы он простил пролитую кровь Надевая головной убор, чтобы Творец простил нашу гордыню Надевая пояс, чтобы Творец простил нехорошие мысли в сердце И вот Хошен Амишпат Это нагрудник, который составляли из 12 золотых лунок В 4 ряда каждую лунку по 3 И 3 это соответствовало нашим братцам Авраму, Ицкаку, Якову А 4 ряда нашим матерям, Саре, Ривке, Рахеле, Лее И в каждую лунку вставлялся драгоценный камень Но ведь там не хватало 4 букв Во всех именах 12 сыновей Якова Хет и Тет Хет это грех И Куф и Цадик это Кец И поэтому дополнительно Было начертано на камнях имена Аврама Ицкака Якова А на 12-м слово Шифтей и Шурун Это была тайна Хошена Мишпат Потому что внутрь него Вкладывался пергамент На котором было написано особенное священное имя Творца И он назывался Урим Ветумин Цельный свет И когда царь должен был спросить Выходить на войну или нет Он стоял за Коином А Коин стоял к нему спиной И на Урим Ветумин высвечивались слова Идти на войну или нет Высвечивалось слово, буквы Я, А, Ле Поднимись И это значило Что нужно идти на войну Это особенное чудо Которое было в нагруднике В Хошена Мишпат Урим Ветумин Ор это свет Тумим цельный свет Это чудо, которое было Во время первого храма И если Коин обладал Духом святостей Он умел правильно прочитать То, что высвечивали ему буквы На драгоценных камнях Которые и были Двенадцать колен Израиля Именно Аарон Был назначен первосвященным Кто мог носить Все имена сыновей Израиля На своем сердце Только тот Кто любил каждого еврея Сказано про Аарона в Мишне Он любил мир И гнался за миром Любил каждого еврея И приближал их к Тури И молиться за них И быть посредником Между еврейским народом И Творцом Чтобы очистить еврейский народ От всех грехов Мы идем молиться у стены плача У западной стены Но это только внешняя стена храма Мы ждем тот момент Когда мы увидим Как спустится третий храм С неба в это место И мы поднимемся Очистившись На храмовую гору И войдем в храм В третий храм Который никогда не будет разрушен С неба в это место Субтитры создавал DimaTorzok